Ребята, всем привет! Спасибо, что пришли. Затравка такая. Не называя имен и компаний, слышал тут в кулуарах историю про то, что, смотрите, людей не хватает. Давайте в нашем стеке наймем всех, кто немного теплее трупа, а там дальше что-нибудь с этим сделаем. Ну, то есть, важно, чтобы люди появились. И вот сейчас хочется поговорить с людьми из разных компаний, как устроена у них вот эта вот стадия, а давайте что-нибудь сделаем с людьми. В названии у нас вот в программке там обозначено, что внутреннее обучение, внутренние митапы. Ром, а ты пойдешь участвовать? Тут, если что, стул есть, можешь взять микрофон. Вот так вот. Кто хотел стать экспертом, вот так вот это делается. Проходил мимо и сел на сцену. Смотрите, в общем, у нас много всяких базвордов, там сейчас в названии написано митапы, обучение. И хочется сразу дисклеймер, о чем хочется поговорить. Это фокус на использование всех этих инструментов для того, чтобы прокачивать скилл людей, которые уже есть в компании. То есть мы пока что оставляем за кадром всю внешнюю историю. Ну, то есть мы пошли, и там митапы используем как инструмент найма. Нет, если мы говорим про митапы в контексте нашей сегодняшней встречи, то в первую очередь как инструмент прокачивания тех людей, которые у нас уже есть. Обучение, может быть, какие-то еще инструменты у нас появятся. В общем, затравка такая. Есть люди, давайте сделаем так, чтобы они знали все то, что нам нужно для решения наших бизнес-задач. Эксперты, давайте знакомиться. В двух словах, как вас зовут и чем вы и где занимаетесь. Всем привет. Меня зовут Аня. Я работаю в Азонтех и отвечаю как раз-таки именно в Азонтех за обучение. В рамках нашей сегодняшней дискуссии, наверное, больше буду рассказывать про опыт проекта ROOT-256. Это, по сути, такие курсы по переквалификации разработчиков. Записано. Всем привет. Меня зовут Наталья Петушкова. Я отвечаю за разработку в Мир Плетформ. Или, как вы нас знаете, на рынке мы представлены как национальная система платежных карт. Мы же Мир, мы же система быстрых платежей. Реклама на этом закончилась. В общем, я отвечаю за разработку всех продуктов и в том числе за обучение своих сотрудников, за их рост. И я в нем заинтересована в первую очередь. Было бы здорово, если бы кто-то вышел на сцену. Я отвечаю за разработку, мне неинтересно обучение. И все бы встали и разошлись просто. Ну, здорово записано. Спасибо. И вот еще молодой человек. Привет. Меня зовут Роман Ивлев. Я делаю большие митапы. Вот. Совсем большие, но, правда, не внутренние. На самом деле нет. Я вообще в жизни работаю техническим директором последние 11 лет уже. И я постоянно делаю всякие внутренние тусовки. Я постоянно учу своих людей. И последние много лет моя карьера была связана с государственной службой. Так или иначе, там есть определенные сложности, всякие разные, в том числе и с организацией внешнего обучения, потому что это вечные наши всякие загоны про контракты, про вот эти вот госзакупки, тендеры и прочее. Поэтому все приходит сделать внутри самим. Поэтому определенный опыт есть и положительно-отрицательный. Я что-нибудь про это могу рассказать. Отлично. Ну вот про это сейчас и поговорим. Расскажите в двух словах, как у вас в нынешний момент, какой вообще есть инструментарий и внутри компании что используется для того, чтобы прокачивать людей. Ну, давайте вот в той последовательности, как мы представлялись. Давай, Аня. Ну, смотрите, на самом деле инструментариев очень много. Здесь не только обучение. У нас сейчас структура таким образом выстроена, что есть отдельное обучение. Речь идет про классическое обучение и вот про проект по переквалификации разработчиков, когда мы обучаем внешнюю аудиторию, но силами своих разработчиков. То есть, по сути, это такое преподавание своими силами, кастомные курсы. То есть, внешнее обучение, люди приходят снаружи из компании, вы берете своих, они обучают, и вы потом этих учеников затаскиваете к себе работать. Все так, да. Все верно подметил, Леша. Есть отдельная функция, которая отвечает за Диврел. Прекрасная Лина на сегодня в зале. И это полностью работа со спикерами и с техническими статьями от начала до конца. То есть, все, что мы знаем сейчас на рынке Диврела, есть все в этой функции у нас. Есть отдельная стажировка. Это когда, ну, в общем-то, тоже классический вариант, когда в команде есть возможность менторить там младших, да, стажеров. Что еще у нас есть? Сейчас вспомню много, на самом деле, всего. Ну, и в каждом из этих функций, а есть еще внутренние коммуникации, тоже как такой отдельный инструмент, который помогает прокачивать наших инженеров, ну, в роли таких, ну, больше тоже внутренних каких-то, да, инфоповодов, когда ты выходишь и на всю компанию рассказываешь, что интересного происходит именно в твоей команде. Ну, то есть, какие-то демо-дни, ну, и прочие такие форматы. И вот в каждой из этих функций, в общем-то, есть то, что прокачивает наших инженеров для того, чтобы, ну, в дальнейшем это был не только внутренний, да, ну, допустим, еще и внешний инструмент. Смотри, чтобы уточнить, вот есть куча вот этих функций, ты их перечислила, и каждый из них курирует там своя команда, получается, да? Да, это в каждой функции своя команда. То есть, типа, нету хэдов всего обучения, а есть вот отдельно взятые функции. Да, все верно. Окей, записано. Наташа? Да, у нас тоже много всего, как вы могли догадаться. На самом деле, хочу немножечко погрузиться в то, как у нас устроено, чтобы было понятно, где чему можно научиться и как мы прокачиваем эти компетенции. Для каждого сотрудника у нас есть карты компетенции, харды, системные скиллы, софты. И здесь у нас уже появляются ветки тому, как человек может обучиться. У нас есть вообще автоматические заявки, которые мы сами разработали, то есть человеку не нужно там идти, мучиться и добиваться из HR обучения. Заявка в духе, хочу там, я в саппорте, хочу выучить питон? Ну, есть и такие заявки, но крестиком вышивать таких заявок мы сразу отметаем, потому что карты компетенции все-таки ориентированы на то, чтобы... Что? Я не всегда так. Всегда так, да. Я имею в виду, что всегда крестиком никто не дает вышивать. Ой, поближе, да? Я думаю, меня так громко слышно, ладно. Вот. И, соответственно, да, мы смотрим по картам компетенции, если человек хочет обучиться, переквалифицироваться в том числе, потому что есть отдельные такие запросы, уже предлагаем ему обучение. Что есть? Есть, соответственно, внешние обучения, которые просто там стандартные от каких-либо компаний на прокачку. Есть обучение, которое кастомизировано от этих компаний на прокачку. Но самое... Я имею в виду внешние вендоры, то есть внешние преподаватели. Внешние преподаватели, то есть, например, у нас нет экспертизы, даже внутри ее нет. Вот у нас есть кейс такой, что мы, например, с Хазеля хотим пересесть на Кассандру. Да, ну нет у нас внутри чего опыта, методом проб и ошибок, сами изучаем, но вот нужен эксперт и вздне. И, конечно же, самая любимая история моя, это внутренние школы. У нас на это выделена отдельная команда. Сегодня человек, который отвечает нам за эти обучения, была в одном из залов, Анастасия Артамонова. И коллеги уже подбирают иногда преподавателей, иногда говорят, что есть запрос на такой курс и нам нужны преподаватели. И здесь, по большей части, история про харды. Если говорить про системные скиллы, то у нас еще есть наши внутренние курсы, которые записаны экспертами, в том числе электронные, с автоматизацией разных вопросов, потому что мы платежная система и очень важно, чтобы человек действительно понимал, на какой системе он работает. Есть нюансики, скажем так. Также у нас есть внутренние митапы. Я думаю, что они у всех есть. И есть еще... Мы проводили внутреннюю свою большую конференцию первую в том году. В этом году собираемся повторить. То есть люди на этом тоже учатся. И самое, наверное, такое... Мне казалось, это очевидно, но я тоже проговорю про наставников, что у нас человек может себе выбрать ментора, выбрать себе наставника. Неважно, пришел он как бы новенький или он уже здесь достаточно давно. Также можно посетить какую-нибудь команду и пожить с ней несколько недель, чтобы вообще понять, если я хочу поменять команду, чем она занимается, может быть, там что-то другое. Потому что у нас есть команды с немножко отличающимся стеком и с разными подходами, практиками, металлогами. Где-то Kanban, где-то LES. В общем, много всего интересного. Ну и еще из обучения, про софты я не сказала, но софты – это, соответственно, такие тоже истории со спикерством, история как раз с конференциями различными, с нетапами и также отдельное обучение от HR. И сообщество, я очень много говорю, да, сейчас дойдет очередь. И сообщество здесь уже все более в таком формате фри, дружелюбном, где у каждого какие-то проблемы, то есть это уже не так официально, где можно прийти и сказать, у меня тут, не знаю, наболело, не могу решить задачу, у кого что было. Это тоже своего рода обучение, потому что там есть мини-лекции, где человек может подробно рассказать, а как у него и как он прошел этот путь. Окей, записано, спасибо. Возможно, что-то забыла. Ну, если что-то важное еще, походу, вспомнишь, добавляй. Ром, ты что, успел посмотреть за свои 700 лет, пока работаешь? Ну, да, просто у меня половины, конечно, нет того, что есть у коллег, просто потому что у меня масштаб, наверное, немножко другой. Здесь надо понимать, что ребята оперируют сотнями, я так понимаю, сотрудников. Я оперирую там, ну, условно говоря, двумя сотнями. Поэтому, конечно, у меня масштаб чуть меньше, но из всего того, что было перечислено, мы всю дорогу занимаемся внутренними этапами, причем, ну, наверное, дальше будем про это говорить, как они появлялись и пропадали. У нас есть история про приглашенных спикеров. Мы просто, допустим, вот ходим, кто-то по конференциям, пришел, сказал, вот я тут пообщался с коллегой, коллега клевый, давай мы его позовем, и он нам что-нибудь расскажет. Если речь идет про Москву, то мы тащим в офис, если речь идет про не Москву, то можем связаться через интернетики. У нас неплохая практика, которую мы используем, это обмен опытом с компаниями. Ну, условно, там в какой-нибудь красный, желто-зеленый банк приходим, мы говорим, друзья, у нас есть вопрос. Мы так поднимали тему про инклюзивность, например. Ну, то есть тема про инклюзивность достаточно такая специфическая и не так новую контору, по крайней мере, в России. Ну, и относительно новая. Ну, она не та же новая, она старая. Как много про нее говорят, да. Есть целый ГОСТ. Кто не знает, что такое инклюзивность, я поясню. Это когда вот есть люди, которые функционируют полностью, а есть у которых есть определенные затруднения. Либо слабо видят, либо плохо слышат, либо с моторик какие-то проблемы. В общем, сейчас под это дело есть специальный ГОСТ. Прям настоящий ГОСТ со всеми пирогами. Но тема достаточно специфическая для России в целом и для конкретного, для особенно государственных всяких ресурсов. Сейчас мы стали уделять внимание. Мы, естественно, у нас своей экспертизы нет, что делать, мы пошли туда, где она есть. Это вот один из тех банков, которые я перечислил. Плюс еще нашлись потом ребята. Мы приглашаем, общаемся, пьем чай, едим пиццу и параллельно какой-то идет обмен мнениями. Естественно, это на добровольной основе, никто нас не заставляет. Но находим просто какие-то контакты, выходим, общаемся. И по большому счету вот такие площадки используются, в том числе и для поиска вот таких вот людей. То есть ты находишь контору, видишь, о, круто, ты чувак из банка. Надо на каком-нибудь следующем тюблет-конфе про это подробнее доклад рассказать. Типа как познакомиться с людьми на тюблет-конфе, а потом заманить их, делиться опытом к себе в компанию. Ну да, и потом их жестко схантить. Вот, поэтому основное, вот я говорю, основное это метапы, всякие разные форматы. Чаще всего это формат очень карманный, потому что, как я сказал, у нас не очень много людей. Мы там собираемся, топим, по-моему, было человек 50, но это прям супер дофига для нас. А вот про это на самом деле жутко любопытно, потому что то, где вы по части использования этих инструментов находитесь сейчас, это такой какой-то довольно длинный путь эволюционный. Ну, то есть было по-разному. И давайте вот коротенько вспомним, а какие стадии вы вообще проходили? То есть там не было ничего, появилось что-то для того, чтобы люди, которые в зале сейчас все это слушают и смотрят в трансляции, чтобы у них была возможность примерить, а они где находятся. То есть если у них пока что меньше инструментов, чем есть у вас, может быть, они на какой-то предыдущей стадии? И как это вообще? Ну, то есть какие вехи были в развитии этих инструментов? Ну, так вот, было ничего. Ну, было ничего. Потом были командные микротусовки, потом были, как говорят, тусовки внутри айтишки, ну и потом начали подтягивать людей с улицы. Это если не брать всю внешнюю активность, да, то есть всякие там походные конференции, там на митапы. Ну да, да, внутри, в первую очередь. Чисто внутри это было ничего, внутри команды, внутри, наверное, компетенции. Еще у меня была история, когда у нас, например, собирались только фронтенд-разработчики, например, и что-то там на своем фронтендском разговаривали. А не говоря про всю айтишку. Если мы говорим про харды, ну, софты, там уже понятно, что там сразу сборная солянка появилась. То есть как-то вот шли, и на самом деле шли от потребностей. То есть не было такого, что, знаешь, у меня вот списочек такой, чек-лист, там надо все вот это вот поделать. Нет, шли от потребностей, у кого что болит, тот инициировал. Но для этого был, если говорить про промежуточные этапы, про которые ты говоришь, мы прикрутили механизм жалования о том, что чего-то не хватает в жизни. То есть, условно говоря, сотрудник мог пожаловаться, ну, как в кавычках, да, сказать. То есть это, условно, там в чатике, в гуглоформочке. Да, ну вот у коллег это есть система заявок, там вот это вот все, а у меня есть чатик для нытья, как бы. Вот приходит сотрудник, говорит, ну, у меня тут это самое. Ну, хорошо, там находится какой-то добрый господин или госпожа, который говорит, я знаю, что я готов рассказать, или готова, ну и погнали. Вот, то есть, ну, фактически, это некая такая, ну, такая пацанская система заявок. Смотри, а я правильно услышал, что вот в эти фазовые переходы, как от ничего к внутри команд, инициатива, она внутри команд зарождалась. То есть ты не бегал по компании и не говорил, что вы в команде, заведите у себя там синки. Один раз, наверное, бегал. То есть вот в самом начале где-то, ну, потому что обычно, ну, мне так кажется, что инициатива, она по известной поговорке, известно, что делает своим инициаторам, поэтому иногда людям просто не хватает этого пинка. Но это связано с тем, что они не понимают, как им аллоцировать на это силу, время и ресурсы, и как это, например, продать там тому же начальнику, потому что можно этим заниматься после работы, тогда вообще нет вопросов. Тогда есть вопросы у тех, кто этим занимается. Типа, я пойду домой, у меня там собака, там кошка, не знаю, там семья и все такое. И вот тут была проблема. То есть когда я прихожу как руководитель, говорю, окей, чуваки, я вам разрешаю. Про проблему мы еще поговорим, погоди, не забегай вперед. Ну, нет, один раз я пнул, честно, да. Про хронологию событий, про вехи, которые проходили. Аня, как у вас было? Ну, вот тут могу, на самом деле, начать прям совсем-совсем с самого начала, либо подойти уже ближе к тому... Ну, давай крупными мазками. Крупными, попробуем. Я, на самом деле, достаточно давно уже в Озоне, и начинала свой путь тоже с Деврела. Мы пока вот сидели в кулуарах, обсуждали, как должен проходить этот круглый стол. Ребята мне как раз задали примерно такой же аналогичный вопрос. И хочу повторить, как примерно я ответила. В общем, я была таким инди-деврелом, все на энтузиазме. Ребята, давайте сходим на конфу, а давайте сделаем внутренний метап. Ну, то есть, вот все на таком, а давайте. Потом пришел Олег Бунин, сказал, вот, 21-й год, смотрите, вам нужно много разработчиков. Да, нам действительно нужно много разработчиков. Вот, смотрите, вам предложение за х денег в месяц мы готовы прокачивать вам сообщество гошников, в общем-то, у нас основной стек.го. Ну, и тогда я как раз пришла к техническому директору, несмотря на то, что уже поменяла роль, то есть, уже вторая роль в компании, и сказала, что функция Деврела пока что не очень понятна, не определена в компании, давайте хоть, не знаю, привлечем крупных организаторов для того, чтобы прокачать сообщество. Вот, ну, и как-то посмотрел сети, он на цифры, и сказал, да нет, давайте Деврела наймем лучше. Вот, и как раз с тех пор, в общем-то, благо у нас появился хороший руководитель команды, и уже, ну, собственно, со временем сама команда. Вот, поэтому вот это такая была, наверное, важная веха. Важная веха, позовите Бунина, пусть он попросит много денег. Да, да, если что, идите к Бунину. Ну, помимо этого, конечно же, там, перед тем, как появилось такое огромное количество функций, ну, естественно, ничего не было, был классический рекрутмент. Ну, и, там, не буду кривить душой, все сильно изменилось, когда пришел новый руководитель, именно функцию HR IT, потому что сейчас, если посмотреть на структуру в компании, то есть HR, который отвечает за всю компанию, да, за весь сезон, есть HR IT. Вот, как раз-таки, новый HR директор уже достаточно хорошо понимает. Вот эти все функции, которые ты в предыдущей части подчисляла. Да, по сути, сейчас функции дублируются очень многие, ну, помимо, там, двух-трех. И, собственно, там уже, на самом деле, с пониманием вообще, вот, ценности того, зачем нужна вот эта функция, тут проблем не было, да, поэтому вот мы потихоньку... То есть еще один важный фазовый переход, вот это новый Head of HR IT. Окей. Наташа, какая у вас хронология была? Ой, ну, сейчас будет оригинально, сначала ничего не было, вот. Потом пришел новый руководитель, я. Нет, если серьезно, то начинали мы очень сложно, да, даже сам бренд Мир Платформа, это как раз тот самый IT-бренд, который вот там буквально пару лет как появился. И примерно тогда же мы пошли очень активно в обучении и в развитии. Мы, кстати, тоже проходили канал жалоб. Вот. Он у нас был на конфлюенсе. Можно было оставить совершенно любую такую жалобу, связанную вообще там не только с развитием, вообще все, что накипело и наболело. А потом, да, я сделала так, что инициатива наказуема, поэтому кто там хотел вкусвилл поставить, ребята, я с вами верю. Вот. И после этого все перешло в какое-то более конструктивное русло. Сначала было тяжело, потому что были-то те же самые проблемы и с кошками, с собаками. Вот. У меня там дома непройденная новая игра. Такое тоже было. Но мы пошли по такому пути. Были конференции, на которые все хотели попасть. Потому что нетворкинг, общение, в онлайне классно, но хочется на конференцию. Понятно, что билетов ограниченное количество. На тот момент было порядка 130 человек, сейчас там порядка 250. И билет мог получить тот, кто после конференции готов поделиться на всю заинтересованную публику, что он с этой конференции вынес. Что было такого классного, прекрасного. И все люди, которые ходили на конференции, должны были вот на таком метапчике рассказать. И буквально вот первый раз, когда мы такое проводили, я помню, как одна сотрудница очень сильно переживала. Говорит, Наташа, а вдруг они меня не поймут? А вдруг они меня не примут? А вдруг я что-нибудь такое скажу? И они меня закидают. Я говорю, слушай, ну все свои. Говорит, нет, команда своя, а все остальные. И я в буквальном смысле сказала, что я вот с ящиком помидоров, если кто-то, я закину этот помидор в него. Так что вот не переживай. Но постепенно спикеров появлялось все больше и больше. Они готовы были делиться знаниями. Им становилось интересно. На метапах таких по следам конференции всплывали разные проблемы. В том числе, по-моему, первое, одно из первых было история с 11 джавой. Вот, когда там все отрубили, господи, как переползти, а нам нужно было сделать это очень быстро. И из этого появились сообщества. То есть уже просто метапы в себя не вмещали, появлялись новые темы, и это уже выраздавалось в сообщество, где можно было поднять проблему и обсудить. Получается, что это, поправь, если не так, количество переросло в качество. То есть сделали N метапов и ребята такие, ой, уже что-то в повестку не влезает, давайте расширим контекст. Да, давайте расширим контекст. И уже по контексту. И в целом информации было внутри очень много. И идей, о чем поговорить, тоже очень много. Поэтому мы даже уже убрали эту историю после дам конференций. Следующий момент был связан с обучением. Потому что было обучение, которое привыкли заказывать извне. Но количество персонала, понятное дело, росло. И хотелось больше какого-то контента. Все хотели обучаться Кавке, Джаве, всему остальному. А экспертов было тогда прям супер, там, божественных людей не так много. И стоимость бюджета росла. Бюджет нужно было сокращать. И мы пошли таким путем, что есть люди, которые действительно хотят обучать, которым это интересно, которые не будут скрывать за надбавку, готовы это сделать. Вот. Но это прям такой планомерный курс. На каком масштабе это появилось? Сколько у вас тогда в команда разработка была по размеру? Когда вот эти энтузиасты появились? Кто готов обучать? Слушайте, боюсь соврать, мне кажется, что где-то 180 человек. И тут нужно не забывать, что также у нас появились активности, связанные с конференциями, потому что мы не были представлены как прям такой IT-бренд в мире. Ассоциации с нами были совершенно разные. Кто-то к нам приходил на собеседование и спрашивал, слушайте, а что меня не пустят, да, там как бы выжига суха, там можно за границу-то выезжать. Вопросы были совершенно дикие, ну просто у каждого свое. Знаете, что еще интересно? Да. Вот по ходу этой хронологии отношение си-левела к инструментам внутреннего прокачивания людей, оно менялось? Или у вас всегда был зеленый свет, что, ребят, что хотите, то и делайте? Ну, скажем так. Мы с руководством живем очень дружно и с HR-ом. И когда вообще сказали о том, что вот, ну там была такая проблема, когда я пришла, что людям было непонятно, куда можно расти, там не скрою, что были там непрозрачности с повышениями, то есть в целом это была больная тема. Поэтому когда там за это взялись и еще появилась энтузиазм, у людей, готовых в этом участвовать, то здесь сказали добро. Но понятно, что были ограничения там по бюджету, и в том числе мы смотрели на занятость ребят, то есть вот эта история не должна была занимать больше 20% времени, потому что есть основная задача. Вовлеченность человека в участие вот этих активностей, не больше 20%. Да. Мне кажется, это уже следующая тема. Я могу помолчать, если надо. Нет, все в порядке. Нет, нет, я про то, что Леша говорит. Аня, как ты уже упомянула, как минимум один эпизод взаимодействия с селевелом, это когда ты говорила, что вот смотрите, по развитию сообщества можно здесь все такие инструменты. В целом у тебя в опыте случались моменты, когда нужно было, как это называют в куларах, продать что-то руководству именно вот по части инструментов прокачивания людей. Или в целом всегда, ну как бы они понимали, зачем это нужно, и нужное количество внимания и ресурсов на это выделяли? Ну, на самом деле селевел тоже менялся. Тоже тебя сейчас слушают. Тоже менялся, да. Ну, здесь я бы сказала, что базовое понимание было, но какой-то там понятный вектор или определенно то, что нужно делать те или иные проекты, ну, наверное, не было. То есть это методично все преподносилось так, чтобы действительно человек мог сравнить и понять, что да. То есть если говорить про тот же проект ROOT-256, то это, ну, такой вот проект на энтузиазме, но в любом случае там была реальная боль, потребность в том, чтобы нанимать больше специалистов именно там с определенным стеком, да. А рынок, он, как бы, капаситет все равно в любом случае, да, он заканчивается, и ты понимаешь, что дальше либо нужно, ну, дальше вы либо топчетесь на одних и тех же специалистах, либо же предпринимаете какие-то действия, чтобы их переквалифицировать и нанимать, да. То есть вот здесь была реальная боль, реальная проблема, и, конечно, когда мы там с руководителем пришли к СТО, хотя до этого там некоторые аналогичные проекты под другими названиями, именно вот Гош-кол, запускались, но такого прям, ну, целостного подхода к тому, что это проект, под этот проект выделяются определенные люди, они там постоянно работают с группой экспертов, да, такого не было. Ну, и мы, собственно, там на цифрах показали там количество найма, ну, то есть, точнее, количество собеседований, которые проводятся, да, насколько они успешны и так далее. То есть мы, на самом деле, всегда старались даже при общении, ну, точнее, не даже, а, скорее, особенно при общении с СТО доказывать все на цифрах, потому что, ну, если ваш руководитель СТО, скорее всего, он уже действительно, там, чаще всего общается на языке цифр, да, то есть ты можешь только как-то на аналитике показать и доказать, что это нужно или не нужно. Ну, и на самом деле, мне кажется, это подводит нас к самой, ну, мне лично субъективно интересной части, это про сложности, которые были в процессе. Ром, кроме того, что человеку-собаку нужно выгуливать вместо участия в прокачивании себя, какие сложности еще были? Ну, да, на самом деле, чуть-чуть назад еще отбегу по поводу общения с СТО, на самом деле, вот мне... Так ты же сам был СТО. Да, я сам был СТО, поэтому мне не надо было самому себе ничего доказывать, я здесь читерил, но в целом я общался, ну, как бы, какой там СЕО, получается, у меня начальник, и я ему тоже все-таки что-то рассказывал, но каких-то серьезных таких препятствий я не помню, правило было одно, сделать так, чтобы это не вредило основному процессу рабочему, дальше, что хотите, то и делать. Ну, то есть, это определенный уровень доверия, конечно, но основное было, что если это не аффекте, то и ладно. Без стоимости и там статистики, как у Ани была. Проблема в том, что я во все это вложил бутылку вискаря за всю историю и какое-то количество... Записываем лайфхаки, да. Да, потому что, как я уже говорил, деньги в около Гасухи, в Гасухи, это вещь, это что-то специфическое, поэтому я всегда иду, исходя из того, что у меня денег нет, у меня есть задор и как бы возможность где-то там помахать кадилом, сказать, я главный, а вы нет, поэтому вы делаете, что я вам сказал. Но это просто как право данное мне погонами. А возвращаясь к вопросу сложности, то есть понятно, что это вот этот вот вечер, все, люди устают, но на самом деле слушать-то просто, поэтому основная забота это не найти слушателя, а основная забота это найти говорящие головы, то есть те люди, которые будут что-то рассказывать и вот как им объяснить, что по большому счету достаточно специфическая активность для среднестатистического человека, то есть что это я должен кому-то что-то рассказывать. Поэтому изначально все это держалось вот на энтузиастах, ребята некоторое количество раз упоминали это слово, то есть находились люди, которым не все равно, и ты им рассказывал, как это клево, рассказывал про то, что вот ты боишься там, например, выступать перед тобой. Пока дальше отсюда не убежали, на каком масштабе начинают находиться люди, которым не все равно? Ну, у меня они начинали находиться, по-моему, человек на 30, то есть у нас, когда будет, у меня команда росла там с 3 до 200, она так постепенно, где-то на 30, стало понятно, что надо собираться делиться какими-то там знаниями, потому что стало понятно, что мы бегаем по кругу вот так между проектами, и гораздо проще выстраивать внутренние коммуникации между людьми, не через коммуникацию внутри команд, а через то, что вот они общаются неформально, то есть, условно говоря, я рабочие коммуникации строил через неформальные коммуникации, то задум наперед. И, собственно, это была фишка, которая послужила, основная сложность, как я, зачем мне с ними говорить, ну их нафиг, они бэкэнды, я фронтэнд, зачем мне им рассказывать про ток устроен, условно говоря, моя там архитектура, они все равно и не пользуются. Ну и вот ходишь, уговариваешь, это самое сложное, по большому счету, заставить людей этим заниматься, ну, условно говоря, без какого-то явного вознаграждения, хотя на самом деле оно не явное, вот коллеги тоже упоминали про то, что можно там всякими плюшками, типа, мы тебя на конференцию отправим, мы тебя там еще что-то с тобой поделаем, но это тоже не всегда работает, то есть какое-то количество раз. Масштабы часто зависят. Да, наверняка, но вот конкретно если говорить про мой масштаб, это, то есть это, чем я отличаюсь принципиально от вас, да, у меня было ноль денег и у меня было сильно меньше людей и основная сложность была объяснить людям пользу от всего этого, то есть ты пытался говорить в терминах, не в терминах, почему там польза это для, там, коллектива, там, тролливали, а польза для конкретного человека. То есть я беру условного там программиста, фронтендера, объясняем, почему круто, если он сейчас соберется, вот берет какие-то буквы, я ему там дам аудиторию из пяти, там, шести заранее лояльных людей, да, то есть люди, которые не кусаются, я ему объяснял про всякие там софт-скиллы, про презентационные навыки, бла-бла-бла, вот это вот, чтобы он подумал, что для него это полезно, потому что взрослый человек делает что-то, ну, для себя чуждо, только если его заставляют, либо он понимает, что это полезно, заставлять это отстой, поэтому вот объяснял, собственно говоря, полезность. И это проблема была, все, а дальше все остальное меркнет как бы рядом вот с тем, что ты людей подталкиваешь к тому, что это, ну, они это могут, они это, и в итоге они это начинают хотеть, потому что когда ты первый, это всегда тяжело, а когда ты там 101, то это уже всегда просто, потому что до тебя все уже все это уже поделали, и все видели, что там ящики с помидорами уносились так же, как и приносились, ну, в общем, в целом ситуация как была под контролем. Вот это вот основное. Про 101, это, кстати, тоже очень интересный момент, потому что первому страшно, 101-му хорошо, а 102-й уже скучно, и он пошел какими-то другими делами заниматься, но это тоже мы про это еще поговорим. Наташа, сложности. Да, слушайте, я вот хочу еще добавить такой момент про деньги, и не было ничего, очень важный момент, что только когда появилось 180, и это были прям курсы, которые от трех месяцев, только тогда история про надбавку, потому что это прям преподавание. Если мы говорим о метапах, о наставниках, о школах, мы про внешние же школы сейчас не говорим, то это другая история. Это история про то, когда человек сам прокачивается, он качает свои софт-скиллы, тем более, что они есть в картах компетенции, то есть он без этого не может даже дальше расти по грейду. То есть это тоже очень такой важный момент. Если говорить про сложности, я уже описала историю с помидорами, и эта история была... Это как первопроходцы, им страшно. Это было, я бы сказала, что это было достаточно долго, вот эти вот первопроходцы, то есть мы постепенно расширяли аудиторию. Были те, которые не готовы были так выйти, я там на свою команду, они у меня все ламповые, они меня любят, вот, как бы, если что, помогут. Были у нас истории, когда прям целая команда готовила человека, то есть человек умеет говорить, суперэкспертный, но страх сцены. То есть таким мы тоже работали. И потом уже просто расширяли аудиторию, то есть это у нас была вот в том году наша внутренняя большая конференция, которую мы устроили для себя внутри компании, там больше 30 докладов, и уже к этому моменту люди там уже готовы были, уже все равно на кого говорить, на кому что рассказывать. И до внешнюю конференцию, почему вы меня не добавили, я там хотел выступить с докладом. То есть это уже стало работать наоборот в сторону, я хочу поделиться, потому что... То есть у Ромы, получается, сложность была в том, чтобы найти этих людей, и они захотели, а у тебя даже те, кто хотели, им все равно поначалу было сложно сделать этот шаг. Да, было и такое, было и то, что эксперт, вот как Рома рассказывал, суперклассный, но вот объяснить ему, что он должен выступить, поделиться, это было очень тяжело. Но тут мне помогла, кстати, вот я еще не рассказала об одном инструменте. История. У нас есть в компании такая категория от коллег из HR, key people, это ключевые люди, в которые там номинируются. И там есть одна из категорий, key expert. То есть это ключевой эксперт, человек, который в компании признан экспертом, неважно в какой вообще области, отрасли. И этот человек должен там в течение года поделиться экспертизой. Изначально... Его сначала признают экспертом, а потом он делится. Да, ну он знает, то есть он может отказаться от этой категории. Ну, там видно, имеется в виду поделиться, прям передать, доказать факт передачи. Это было изначально через наставничество, потом у нас появились еще и электронные курсы внутренние, и тоже практические занятия. И у нас, да, дальше уже появилось, что этот человек, он также делится с публикой. То есть были такие сложности. У людей еще срабатывал иногда страх, что я такой незаменимый, и я видел этот страх, а вот я поделюсь. И вот тут все, каждый, каждый прям начнет, прям вот быть экспертом по Кавке, вот только мне рассказать и вот всем. Но мы... То есть это борьба за бас-фактор, но в обратную сторону, чтобы поменьше бас-фактора сделать. Да, да. Нормально. Вот, такое, к сожалению... Кавка была примером, все совпадения случайные. Вот. Но этот страх мы тоже побороли, потому что мы показали, смотри, сколько есть интересных задач, ты можешь это передать и вот там исследовать что-то новое. То есть это все, как правило, с такими вот экспертными товарищами, действительно уговорами, разговорами. И нужно понять их боли, ну и мотивацию, потому что иногда человек просто такой, я не люблю сцену. А вот там, не знаю, написать, записать курс, да, вообще, пожалуйста. Вот найдете мне там, ходите к говорящую голову, я там все распишу, а он пусть сочетается сцены. То есть, ну, тут нужно искать варианты, универсальные товарищи нет. Про решение мы поговорим еще, да. Сейчас как-то, как в канале про нытье, просто жалуемся, у кого какие сложности. Аня, ты с чем сталкивалась? Какие у тебя были сложности? Ну, смотри, если говорить, давай, у меня просто несколько парадигм, да, парадигма деврела и парадигма команды обучения. Вот, кстати, интересно, сложности везде одинаковые или специфика все-таки берет свою? Ты знаешь, разная все-таки, потому что, ну, вот я считаю, что сейчас у нас достаточно грамотно тоже выстраивается. Сначала прокачивается такое некоторое сообщество, ядро внутри, и потом только, ну, вот люди действительно к ним приходят понимание, что если я, в принципе, могу на внутреннюю аудиторию, то почему бы и не попробовать на внешнюю? Ну, для того, чтобы все это начать, на самом деле, человеку, который вот заводит все это сообщество, ну, я имею в виду, в частности, там, деврелов, да, и те люди, которые начинают вот приходить, маячить перед тобой, там, кричать, эгэгэгэй. Ну, должно быть какое-то доверие на мой вкус. В целом, вообще, вот, почему так получилось, что я перешла на какую-то еще одну новую роль, потому что это третья моя роль в компании. Когда речь шла о том, что нам нужно делать курсы, и, ну, в общем-то, нужно зазывать разработчиков в такой большой численности, на каждое направление человек, а у нас было тогда запускалось 4 направления, и в каждом направлении должно было быть где-то по 20 человек. Ну, это прям вот подида, возьми 60 добровольцев, которые сейчас будут 4 месяца разрабатывать какой-то курс, нанимать, еще что-то делать. Вот, и здесь, наверное, вот, как раз-таки тот фактор, что я до этого была деврелом, и люди меня, ну, я имею в виду, наши сотрудники, разработчики более-менее меня знали, да, и уже какое-то доверие у них сформировалось. И когда ты выходишь и рассказываешь, ой, привет, ребят, у нас сейчас будет клевый проект, нет названия, нет брендинга, ну, все нормально, все будет, как бы, приходите. И люди, понимая, что, ну, вроде этому человеку можно доверять, можно попробовать, вот, и здесь, как бы, удалось, на самом деле, и сейчас это все переросло в такой же более, ну, как сказать, уже такой методически выстроилось, да, то есть, как с ними работать. А на начальных этапах это, конечно, все очень, ну, на человеческих отношениях, да. С историей деврела примерно так же, но здесь, я говорю, больше нужно, ну, то есть, наверное, большее количество итераций, потому что у нас сейчас еще проект для наших разработчиков, он все-таки премируется, то есть, это разные истории, премия и нет премии, вот, поэтому, ну, нам, наверное, чуть-чуть проще. Давайте попробуем в зал закинуть. А у кого вообще в целом сейчас в компании используются инструменты вроде метапов, внутреннее обучение, в любом виде? Отлично. Есть проблемы? У кого есть проблемы, да? Можно взять микрофон, поделиться. Поможете с микрофоном? Да, у нас тоже используется и внутреннее обучение, и есть и метапы, ну, в различных вариациях, то есть, пытаются как-то переобучить, подготовить, доподготовить сотрудников, передать какую-то экспертизу. И, наверное, самый главный вопрос – это вовлеченность преподавателей. В том числе и тех, кто хочет научиться. То есть, вот, насколько… А, и учеников тоже. И учеников. Насколько человек хочет. Да, то есть, если человек хочет, объективно рассматривая ситуацию, он и сам научится, ему только нужно, ну, подтолкнуть. А если он не хочет, ну, тут, как бы, просто пустая трата сил и средств. В частности, вот у нас для передачи какой-то такой вот небольшой мудрости используются просто чатики по компетенциям. Большое количество людей, когда есть достаточное количество людей, это работает. То есть… От скольки людей начинает работать? Ну, я не знаю, со скольки, вот, в динамике не наблюдал. Но, вот, в частности, у нас там, грубо говоря, там, больше тысячи человек в среднем есть по разному. В каждом чатике по компетенции? Ну, там несколько чатиков, за которые я могу сказать, там, за три, за четыре. А там в среднем, там, от тысячи человек. И есть активная аудитория. Тогда можно задать какой-то вопрос, получить оперативный ответ, что-то обсудить. И, в принципе, я замечал, что там рождаются какие-то активности, именно вот, которые идут не сверху, а именно от тех людей вот, вот, находится как раз какая-то вот боль, что-то интересное. И оттуда вот рождается какое-то вот решение или какое-то движение или какое-то обучение. Сгони тысячи умных людей в один чатик, они о чем-нибудь договорятся. Да. Окей. Проблема с мотивацией преподавателей, спикеров, проблема с мотивацией участников. Какие еще проблемы есть? Здравствуйте. Руководитель отдела обучения в компании Беркут. У нас основная проблема, на самом деле, время. Как бы нет проблем с мотивацией, нет проблем с тем, кто хочет рассказать. У нас время. У нас ограничение ресурса времени человека, который он может потратить на свое развитие. Да, потому что есть рабочие коммерческие задачи, которые двигают вперед, да, но и в то же время есть тех долг, которые нужно каким-то новым ресурсом закрывать. И основное, конечно, это вот это время. Мы с ней боремся несколькими путями. Ну, первый инструмент это ИПР, конечно. Это планирование четкое и прогнозируемое. Там прямо на уровне квартала написано, что там потратить N своих часов. Да, ставится большая цель, согласуется с руководителем, прорабатывается план развития, прорабатываются методики, которыми будут достигаться определенные цели. Соответственно, там продумываются какие-то шаги, курсы, конференции, внутренний обмен опытом, вот такие вот чатики, воркшопы и так далее. То есть много всяких разных штук. Ну, и плюс мы с партнерами, с заказчиками тоже организуем обмены опытом в рамках коммерческих запросов. И за счет этого получается, что мы ресурс развития не тратим. Ну, то есть такой шух. А есть формально или неформально, вот сколько времени в этих ИПРах прописывается, что человек тратит на подобные активности? Сегодня уже звучала цифра, число, вернее, 20%. Вот у вас сколько? У нас от 5 до 10%. От 5 до 10%. То есть 10% времени это максимум? Мы можем это переформатировать, естественно. Не кровью написано, да. Да-да-да, конечно. Если это какой-то профессиональный курс, который нужно пройти, и он там занимает 20% времени, это, конечно, вырвет из другого квартала, скорее всего. Окей. Мотивация передающих знания, мотивация принимающих знания, нехватка времени, еще какие-нибудь проблемы? Или это топ-3? Всем привет. Я просто поддержу боли коллег. Ну, и, наверное, вот как раз к вопросу проблематики. Ну, в смысле, иногда просто есть какие-то темы, они влетают, они появляются в чатах, кто-нибудь приходит. Иногда их нет, и возникает вопрос какой-то регулярности. Ну, то есть нужно ли действительно собирать народ там постоянно, раз в месяц, раз в квартал или еще когда-то? Или же просто нужно, там, не знаю, оперативно реагировать? Вот есть вопрос, собрались, обсудили, разошлись, молодцы. Вот. Ну, потому что кажется, что обсудить есть всегда что, да? А с другой стороны, это все-таки может кого-то отвлекать, это занимает время. Ну, в общем-то, схоже почему, да, с временем, но, как бы, всегда такой момент, надо, не надо, мы об этом думаем, и, как бы, становится проблематично принять решение. Ну, то есть проблема баланса и частоты через букву А, частоты, вот этой частоты, ага. Мне кажется, еще здесь есть проблема авторитета. Все эти истории с митапами нередко нравят пройтиться в некоторые холивары. Типа, один рассказывает, другой говорит, да нет, это все ерунда, начинают споры и так далее. И в спорах можно потратить бесконечное количество времени вообще ни на что. И, соответственно, как реакция, чтобы в это не попадать, может быть, да ну нафиг все ваши митапы, там одни холивары, я лучше делом займусь. Вот это, кажется, тоже проблема, которая здесь есть. Ну, это, получается, на грани проблем мотивации, на самом деле. Ну, как раз у меня, как у участника, пропала мотивация в этом всем принимать участие, потому что у меня есть негативный опыт. Ну, следствие, конечно, то есть, условно говоря, если у тебя есть какой-то человек, который это все разруливает и какую-то зону комфорта обеспечивает для всех, то люди ходят, им не страшно. Это, кстати, одна из, наверное, фишек, которая рулит всей этой штукой, что у тебя не должно быть негатива от всего внутри происходящего. Потому что, ну, погавкаться можно и в чатах, объективно, в некоторых чатах, ну, коих в изобилии, половину из которых никто не видит, особенно руководитель. Там происходит иногда, мам, не горюй, хорошо сидят между ними полторы тысячи километров, а то, может быть, и... Причем они как в том ролике про собак, да, между которыми забор, потом раз забор убирают, и все, и мир дружбы, и риска. Поэтому, например, в офисе, я замечал, в офисе никогда нет холивара, когда вот общение, ну, такое вот, лицо к лицу, а в чатах там трындец, там можно действительно упустить. Я соглашусь, это, на самом деле, серьезная проблема, и мы с ней... Это про культуру коммуникации? Да, это даже не про культуру коммуникации, это про правильную установку на мероприятие, что цель этого мероприятия не доказать у кого, кто важнее, там, круче, квалифицированнее, а скорее, если ты более квалифицированный, ты можешь помочь менее квалифицированному, если ты менее квалифицированный, ты можешь получить, как говорится, какие-то комментарии. Но установка такая, что мы не ругаемся, это не поле для битвы, это поле для, как говорится, мир дружбы, жвачка, всеобщее развитие, бла-бла. То есть это установка вообще, в принципе, на всю эту тусовку. То есть понятно, что когда это идет в формальном режиме, как, допустим, у коллег, когда это курсы, время, преподаватели, там мы привыкли с детства, что ты пришел в класс, но в классе ведешь себя прилично, тебя воспитали так. А когда это менее формальные тусовки, они должны каким-то образом быть действительно отрегулированы изначально каким-то авторитетом. То есть приходит кто-то авторитетный, условно тот самый сетевой, и говорит, значит так, кто будет себя плохо вести, мы того называем редиск и выгоняем из этого процесса, и он все, он нам неинтересен. То да, это важный момент, если это затевать, то, конечно, должен быть кто-то, кто будет общепризнанным тем человеком, который его все будут вначале слушать. Но как любая самоорганизующаяся система, она, к сожалению, не может самоорганизоваться без какого-то лидера хотя бы на время. Но потом ты можешь отойти, потом люди привыкают. А, кстати, пока я далеко не ушел, прокомментировать болячку с регулярностью, я свято верю в то, что человек очень ритмичное существо. У него есть биоритмы и куча других ритмов, мы всегда привыкли жить по ритму. И если у тебя есть расписание, то ты гораздо проще в него вписываешься, адаптируешься, чем если у тебя есть какие-то вот такие импульсные штуки. Поэтому если говорить про нас, то мы держим расписание, условно, каждую среду, что-то происходит. Если у нас закончились идеи, ну мы просто планируем несколько недель вперед. Если у нас закончились идеи, ну вот как в вашем случае, что нам не о чем поговорить, мы говорим, что ребята, у нас, значит, три недели тусовка каждую среду, потом две недели перерыв, и мы за две недели выдыхаем, собираем какие-то новые темы, что-то там кумекаем. Ну то есть, чтобы у людей была возможность планировать в том числе и свою рабочую жизнь, графики и домашнюю жизнь, чтобы все это как-то перемотать. Гораздо проще, когда вот есть какой-то режим. Есть его и нет, но это как бы шляпа. Потому что все двух соберете, трех, четырех, когда нужно собрать 30 человек, то практически ноль шансов. А вариант я потом посмотрю в записи, но давайте будем честными. Одна версия не высока. Не знаю, сколько вы выходите на конференцию, сколько вы потом смотрите в записи, то, что вы не посмотрели. И Торофей потом такой, а вот они в закладочке сохранили и прокрастинируют. Мы делаем большие митапы, мы записываем там по 40-50 роликов, мы потом смотрим, сколько людей было физически, сколько людей из тех, кто было посмотрело, там очень мало. Поэтому у всех виш-лист на почитать, на посмотреть, я думаю, такой лет на 150 вперед, если не на 200. И он не приоритизируется, он же записывается в конец, в конец, потом 2001 год, статья про XML, надо, значит, посмотреть, что там. Ну и так далее. Поэтому вот именно вот ритм, чтобы никто не пропускал, потому что иначе теряется в этом смысл. Давайте еще комментарий к тому, что в зале было. Да, я хочу еще добавить про регулярность. Я соглашусь с Ромой, что у нас тоже есть такие встречи, и вообще у нас там такой бэклог, и еще подкидывают идеи, и важно, чтобы эта встреча стояла. У нас были сообщества, в которых, ну, не было такого бэклога, скажу честно, вот у нас в какой-то момент было сообщество по аналитике, его завели несколько коллег, потому что было там, ну, сама, если честно, уже не помню, в чем была проблема. Вот. И активно начиналось сообщество, был некий бэклог, регулярное расписание, но просто в какой-то момент оно развалилось. То есть если там один раз не собралось, второй раз, третий, четвертый, это значит, что просто проблема исчерпана, и не нужно дальше вот насильно, тоже такой момент, вести это сообщество, и прям высасывать эти темы, никому добра это не принесет. У меня есть индикатор, тревожный звоночек, это когда в чатике вот этого сообщества пишут, ребята, а мы сегодня собираемся, или у нас снова нет тем? Если такое началось, то, возможно, стоит закопать уже. Это уже точно нужно заканчивать. И второй момент, кстати, про митапы хочу добавить, потому что, ну, про холивары. Мне, если честно, кажется, что это еще вопрос культуры, потому что вначале еще с этим как-то тоже сталкивались, были холивары, но в тот момент, когда ты начинаешь объединять команды, там, выделять общий, там, не только стэк, да, общие какие-то библиотеки, они обмениваются, помогая, там, не знаю, друг другу с собеседованиями, еще с какими-то задачами, и ты прокачиваешь эту культуру, что бы ни происходило, какой бы, там, спор ни начинался, даже если это, там, распределенная команда, может быть, они берегут мои нервы, но я не видела ни разу прям вот такого холивара. Даже когда меня, там, не пригласили, я, там, одним глазом подглядываю, просто потому что, ну, меняется культура. Все просто помнят, что у тебя ящик с помидорами есть, поэтому в твоем присутствии не ругаются. Ящик с помидорами сработал, вот, да, может быть. Они, да, ну давай. Я просто хотела добавить про ИПР, пока далеко не ушли. Вот, скажу честно, у нас есть тоже, там, от коллег из HR, индивидуальные планы развития, но могу сказать, как на них смотрят разработчики. Спасибо. Не в обиду моим любимым коллегам. Просто потому что еще мир тоже разработки меняется, и то, что разработчику, может быть, было интересно сегодня, завтра неинтересно. Зачастую там стоят, ну, несколько целей, и они в этих целях теряются. То есть, вот, да, но все равно, скажу, по моему собственному опыту, очень мало кто из них прям смотрит туда. Мы пошли по другому пути. Вот как раз те карты компетенции, которые я вначале рассказывала, там есть спрос на компетенции в команде, и есть то, что человек знает, какого уровня. И там, где подсвечена большая разница, человек может эти функции прокачать. И он сам себе выбирает, что он прокачивает. Но он может выбрать не больше трех. По факту выбирает только одну. Прокачал компетенцию, вот там ему выкатывается список вот такие-то книжки, да, вот. Тогда это работает. И если за этим еще следит тем лид, который проверяет, там, не знаю, там, раз в квартал, например, да, перестраивать карты, а с чем тебе могу помочь, вот задачу поднакинуть, тогда это работает. Когда это год, где там этот план? Только к отчету вспоминаем. А не твои комментарии к тому, что из зала прозвучало? Ну, давайте по поводу мотивации. Ну, пару моментов из такого опыта и наблюдений. Ну, первое, мне кажется, вот сколько люди обсуждают мотивацию, это всегда очень такая обобщенная тема. То есть мотивация кого, для чего, с какой целью, да. То есть здесь, мне кажется, немножко история про то, что нужно попасть в нужное время и в нужное место, да. То есть есть определенный определенный жизненный цикл сотрудников компании, да. И если он только вышел, там, спустя месяц к нему прибегают, там, с безумными глазами, пойдем, там, ты будешь участником сегодняшнего круглого стола или метапа или чего прочего, да, то, ну, конечно, понятно, у человека будет такой некоторый шок. Дальше, ну, соответственно, естественно, понятно, этот цикл меняется, потом проходит какую-то стадию испытательного, дальше выходит на какую-то эффективность. И вот только после этого, мне кажется, когда люди уже устаканились и понимают, что с ними происходит в компании, более-менее готовы говорить о чем-то, да. То есть нужно всегда понимать, к кому ты обращаешься и с какой целью, да, и зачем ты этого человека зовешь, и есть ли у него на это, ну, там, реально какие-то ресурсы, да. И вот это вот, о боже, никто не идет ко мне выступать, это на самом деле нужно понять, а с какой целью люди должны идти и кто эти люди, да. Вот это важный момент, мне кажется. То есть метод полного перебора нет? Когда ты идешь по списку в полфе всех сотрудников? Можно и так, да. Ну, второй момент, наверное, это то, что сначала все завозится только на энтузиазме. То есть нужно сперва находить более таких чуваков, которым не нужно там обещать какие-то золотые горы, у них у самих есть уже, ну, вот какой-то такой внутренний стержень. И дальше уже, ну, потихоньку эта группа будет обрастать. Другие будут на него смотреть, понимать, что, блин, тоже классно, почему бы и нет, я попробую. Вот. Но, как бы, основная проблема, скорее, как и всегда, да, связана с тем, что, скорее всего, людям неинтересна моя тема, или там, что я буду рассказывать. Я вот, например, сегодня попала абсолютно случайно, должен был прийти мой коллега, ну, вот, не вышло, да. Вот я смотрю на лица людей и думаю, блин, мне кажется, им скучно. Вот я до сих пор сижу, мне кажется, что, блин, скучно. Вот. То есть как с этим бороться, непонятно. Ну, как бы, это есть у каждого человека, поэтому, скорее всего, ну, вот, как бы, нужно попасть в нужное время, да, и, ну, быть в нужном месте. И тогда человек будет готов попробовать. Это речь о тех, кто вообще, допустим, да, кого тяжело достаточно, наверное, растрясти на какие-то такие активности. Давайте про киллер, не киллер фича, а киллер блокер поговорим. Эта штука, которую я вижу и у си-левела, и у, там, потенциальных, там, преподавателей, рассказчиков, докладчиков. Это установка про, окей, вот я сейчас их чему-то научу, а они возьмут и уволятся. И мои конкуренты получат старательно обученных мной людей. Вот. Как с этим быть? Сталкивались или нет? Ну, смотри, вот если говорить... Нет, если ты, как бы, вот у тебя в компании так не было, можно честно сказать, нет, у нас все понимают, что это не так. Ну, внутри, я честно скажу, у нас не было никогда вот такого, прям, какого-то лютого страха, вот я сейчас его прокачаю, и он уйдет. Благо, мы с этим не сталкивались. Если говорить про обучение внешне, то есть у нас чуть-чуть сложнее задача, если говорить про обучение внешней аудитории такому же бесплатному обучению, потому что у нас обучение, курсы, они бесплатные, то здесь мы как бы отдаем себе отчет, что половина людей, которых мы обучим, идут в рынок. Ну и окей. В принципе, как бы СТО выходит обычно сейчас на сцену и говорит, да, мы как бы готовим кадры в рынок. Что, ну, то есть, круто, почему бы и нет. А мы в Озон. Рынок готовит кадры в Озон, а Озон готовит кадры в рынок. Не, на самом деле, это нормальная история, но в конце концов, мы же роботорговлю-то пережили, слава богу. И вот я не зря говорю, что мы готовим кадры в Озон, потому что у меня все мои проекты, они написаны PHP, и как бы кто-то потом сказал, что PHP-то отстой. Все такие, о, в натуре отстой. А потом пришел другой, сказал, Голанг. Угу, Голанг. И у меня есть целых два господина, которые, переучившись в PHP на Голанг, отчалили, ну, отчалили. А вот. Озон тут ни при чем, они в авито отчалили, поэтому как бы я на Озон не в обиде. Вот. Но, тем не менее, на самом деле, если человек захочет отчалить, он в любом случае отчалит, но есть же известнейшая вот эта вот фраза про то, что человек научится уйдет, это лучше, чем если он не научится и останется. Поэтому, как бы, если ты у себя коллекционируешь овощей, у тебя такая прям грядка, вот сидят люди, которым до фени на все, и они такие вот, никуда не хотят уходить, и не хотят учиться, ничего не хотят делать, ну, тогда ты что-то явно делаешь не так. Потому что мой опыт показывает, что индустрия у нас, несмотря на то, что она достаточно большого объема, она циклична, и люди вот так вот по конторам как бы куролесят, и мне, в принципе, совсем не жалко отдать человека в Озон, обученную, потому что я потом заберу ее оттуда себе, такого же обученного. Ну, просто потому что людям надоедает заниматься одними и теми же задачами. Нельзя бесконечно долго программировать интернет-магазины, так же нельзя бесконечно долго программировать какие-нибудь условные госуслуги. Тебе хочется что-нибудь потрогать и пощупать. И наоборот, это в определенной степени, ну, вот я вот лично сам занимаюсь прокачкой, ну, какого-то достаточно большого количества людей, делаю совершенно осознанно. Потому что я своим опытом, ну, и опытом вот коллег, и коллег, вот тут вот еще там 70 коллег, обогащаю D2-3, чтобы она целиком, потому что эти люди все ко мне вернутся. А потом я приду в Озон. Если в Озоне все будут неумные... Озон, позвони Роме, да. Если Озон, если там будут работать неквалифицированные товарищи, то мне придется опять все делать заново. Поэтому я могу их сейчас здесь прокачать. Потом так, оп, прихожу на все готово. Мало того, что я там всех знаю, так там еще и все как бы уже прокачаны. Но это шутка. Меня звали Возон Разок. Я расскажу потом тебе эту историю смешная. Поэтому есть такая штука. И эта штука, на самом деле, она как раз чаще всего даже не насиловали, а на уровне руководителей подразделений. То есть люди, которые своим трудом собирают вот эти вот коллективы и тратят большое количество сил на то, что... По-человечески обидно просто. Ну, то есть вот и я с ними, когда общаюсь, я им по-человечески объясняю, что ты не должен быть обид, ты должен гордиться тем, что чувак у тебя ушел на повышение там либо в звании, там в должности, в деньгах, в чем угодно. Он поменял компанию, и у тебя он был, там занимался какой-то билибердой, отчеты программировал. А там он, например, программит ядро какой-нибудь платежной системы. Это же круто же. И ты его научил. Не какой-то там Вася Петров, а вот он у тебя послушался, он походил на твои митапы, он внутри твоей экосистемы вырастил. И поэтому быть инкубатором для других компаний, это с моей колокольни видится очень почетная должность, менее гораздо, чем непочетный. Но возражения, да, это то же самое, как многие руководители не отправляют на конференцию, с вами, что вот он сейчас туда пойдет, его там схантят. Потому что тут вот красивые стенды, там вот шоколадки, там все улыбаются. И каждый второй участник, это HR, который... Да, мальчики, девочки улыбаются. И вообще там не инженеры, а там сплошные, значит, рекрутеры, хэдхантеры, вообще там пришли мне отчет фотографии, где там вот эти бородатые в свитерах с оленями. Я хочу видеть это, да. Но заканчивается тем, что я говорю, ну, камон, ну, по-моему, сходим. Просто вот, да. То есть это вот возражение классическое, с которым надо работать, но вот денешься. Ты все равно будешь вынужден заниматься, но при этом кто-то учит для тебя. Это же честно. Мы же как бы индустрия, но если не брать... Меня можешь не убеждать, да. Ну, ладно, я тебя не убеждаю. Тем более, что ты занимаешься в конечном итоге тем, что ты объясняешь людям, что внутри надо учиться и развиваться. Потом, объективно, чем тебе интереснее внутри, тем меньше шансов, что люди тебя свалят. У меня есть в коллективе ребята, которые по пять лет работают и, в принципе, для современной индустрии это офигеть как много. Да даже, наверное, два года уже по нынешней временам это офигеть как много. И в том числе из-за того, что им не скучно. Потому что через вот эти вот песочницы, через митап, они кто-то саморализуются вот это вот тщеславие свое. Я вышел, я самый главный, мне дали микрофон, я всем рассказываю, почему React лучше, чем Angular. И никто со мной не спорит. И мне такой, я все правильно говорю, я им вообще не спорю. Кто-то реализуется, кто-то учится, кто-то находит для себя какие-то новые задачи. В крупных конторах наверняка есть внутренняя ротация за счет этого, потому что ты послушал, что там, не знаю, отдел биллинга, придумал какую-то штуку, а в отделе отчетинга есть переизбыток ресурсов и недостаток работы. Значит, можно попробовать поболтать с их руководителем, перетечь. Ты как бы... В Трофею есть слово такое перекрестное опыление. Вот это вот что-то типа того. То есть ты можешь перекрестно опыляться внутри компании, тогда ты остаешься, а если у тебя внутри компании нет перекрестного опыления, ты начинаешь перекрестно опыляться с соседними компаниями. И шансы свалить в соседнюю компанию, когда ты пошел в соседнюю компанию, на метап, они видятся сильно выше, чем если ты внутри коллектива поварился. Поэтому мне, наоборот, интереснее заворачивать все потоки внутрь и притаскивать внешних экспертов, нежели чем своих экспертов отгружать на на улицу чтобы они там с кем-то общались и так далее ну это есть вот прям вот совсем жестко на это смотреть а тогда стабильно приходится этим бороться а вот они будут ну с гулангом до ситуация но это спичит такой ситуации нет кто переучивается на печки все хорошо это скорее даже уже тема про в принципе про нарушение баланса в системе которая имеется тоже сильно за пределами всех вот этих вот метаперских историй но тогда учить и друг останутся друг понравится ру зацепится не но вот у меня например за всю историю я нанял одного тем ли да вот за всю свою жизнь я нанял одного тем ли да единственного первого и все все остальные были доморощены и выучены и потом они учили других людей и увольнялись повозвращались и так далее многие которые у меня сейчас два моих три или до один технический директор два начальника отдела два каких-то там главных инженеры и 5 из 6 остались внутри системы то есть я своими руками растил себе инженеров внутри систем потому что я прикинул сколько я потратил на это времени сколько бы они мне обошлись в поиске и вот в страдании готовы да блин я сэкономил кучу денег которых у меня и так нет но тут на самом деле есть один такой фактор мы как раз вот недавно с коллегой обсуждали здесь очень такое мне кажется тоже важный момент когда человек переходит на новую роль что у него может ну немножечко найти триггернуть так что типа блин теперь я офигенен я звезда я могу через пару месяцев идти дальше то есть покорять новые горы и очень важно вот наверное если там взращиваешь таких людей объяснять им что ну типа ты конечно добился очень классного результата но теперь тебе нужен опыт и как бы этот опыт не в месяцах исчисляется да ну хотя бы там минимум год и вот в ачивках и в ачивках да ну то есть некоторые проблемы есть нельзя как бы сказать что это зря такие опасения такое может быть но опять же это такая достаточно обобщенная проблема которая все равно должна иметь несколько факторов достаточно весомых для того чтобы человек встал и пошел не только что этом мира схватили за руку стенда или я стал звездой сцены да раз раз слушайте я могу сказать что у нас внутри ну я не замечала таких страхов вот в плане того что я сейчас обучу а он уйдет есть такая моя устоявшаяся фраза я никого как батареи наручником не при не приковываю то есть даже когда человек приходит там увольняться говорит что там все да то есть мы обсуждаем если человек принял решение что все он готова не знаю я тут уже восемь лет уже там все команд повидал роли попробовал ну отпустить меня на воль погулять вот ну как бы что что тут сделаешь да вот поэтому про важность обучения мы вот с этого года еще стали отслеживать такую интересную метрику забыла у кого подсмотрела если честно то есть когда человек очень долго не развивается и сидит в одном грейде особенно если это позиции какие-нибудь там june middle то есть где человек ну там за два года он там сидит в своем м2 и там на обучение сходила не знаю какую конференцию один раз то есть у него нет мотивации мы не заставляем там там ходить данное обучение и при этом ну там смотришь по компетенциям а он там чуть-чуть подвинулся то есть это еще тоже такой контроль на тему того что если у человека мотивация учиться развиваться и точно ли не только нужно в него свои усилия вкладывать с точки зрения обучения какого-то отдельного с точки зрения экспертов которые вкладывают него свои силы наставников и всех остальных это как-то обратно оборотная сторона медали с одной стороны засвездился с другой стороны перешел на позицию разработчика и расслабился вот такое тоже к сожалению бывает давайте попробуем еще раз бросить зал может быть есть какие-то вопросы к экспертам как у них что-то устроенное или что-то из того что вас волнует в этой теме пока что мы не успели еще затронуть вот пожалуйста здесь первым ряду всем привет адель деврел газпромбанк интересны ваши метрики основные как вы измеряете вообще вот ваш деврел например если мы вот говорим больше не обучение а в целом что для вас самое главное понятное дело что метрики они каждому событию каждой активности но в целом я никак ничего не меряю вообще как же вы тогда общаетесь с руководством ведь им же нужны цифры это гене не смотри нас где-то скаенка переворачивается везде щадь вернулся скаинг переворачивается я в свое время ну не знаю плохое слово доказал объяснил почему мерить людей это дурацкая история особенно какие-то вот такие вот не производственные на производстве тоже дурацкой истории мерить но не производственные совсем дурацкой истории мерить потому что здесь очень большое количество факторов большая часть из них человеческие факторы и тут но очень легко загнать себя в ловушку неправильных измерений ты будешь что-то мерить в итоге ты получишь какие-то цифры и калибровать вот эту вот машину тебе будет жутко дорого у меня деврел я у меня никогда в жизни не было вот деврел деврел и я всю жизнь занимался тем сам и ну как то я вот обходился значит есть такое субъективная удовлетворенность коллектив у меня вот такая вот метрика то есть я смотрю пацаны довольны ну да нормально чего не нравится да ладно забей все в порядке все окей я все делаю хорошо если вот процесс идет да вот он запустился нормальная метрика для процесса что он не сдох если ты его не не вот не пинаешь ты вот запустил машинку метапную и она вот катится моя катится там третий год уже я в ней не участвую я вообще не знаю что там происходит в смысле когда я знаю где посмотреть что там происходит там есть это расписание вот этих вот мероприятий я вижу чатик в котором при при в нужное время появляется ссылка на zoom если все это происходит все вот она метрика но это чисто моя потому что ну я инженер мне сложно я вот во все эти сложные людские штуки смотрю с точки зрения инженерии то есть грубо говоря вот не повторяйте это дома да 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 не повторяйте это дома но на самом деле да это просто я к тому что и без скорее это сейчас вот девчонки будут рассказать про метрики а к тому что без них тоже можно и если у вас нет возможности что-то мерить то это и вовсе не взять нужно пыхтеть кряхтеть и стараться найти это объект для измерения потому что я легко можно придумать цифру не знаю количество посетителей на митапе и ты такой 5 15 20 50 50 52 чуть такое ну какая цифра честь не делать но можно и попробовать как это аппроксимировать там мын текста полировать получить какую-то кривую там в середине 20 в среднем 20 человек приходит на митапы ну то есть вот 1 и 59 до в среднем 30 ну кому он в первом случае это катастрофа втором случае это отстой полный да ну то есть вот я вот так вот вот это прекрасно может быть тема какая-то которая животрепещущая и все прям такие на нее побежали и пришло там не знаю 100 человек а может быть просто тема которые интересны пяти но не знаю на какая-то супер сложная потому что только там эти пять осилят или вот этим пятером надо на ночь сложно вот они поделились знаниями что с докладами я прям сейчас уже все замолчают очень много говорю вот с докладами такая же история фактически доклад это микро митап то есть у нас есть компания в 2000 человек из этих 2000 человек мы вот кто-то как-то выбирает вот мероприятие вы вот пришли сюда там вот смотрите нас сейчас здесь но был чуть побольше оснар человек 40 сидит да но при этом это те 40 которым вот это конкретная тема очень интересно а вчера выступал дорофеев кумир молодежи и не молодежи разных возрастов половина него пришла потому что им интересно то про что он рассказал про планирую потому что все пришли такого дорофеев нифига фото с обезьяны вот это вот классическое да наши вот и и как мы будем это измерять то есть вот здесь 40 человек которым интересно то зачем они пришли а там 600 человек у которых совершенно разная мотивация прихода из которой вот именно та мотивация и интереса про который мы сейчас здесь с вами разговариваем она вот условно там 20-30 процентов и здесь примерно такая же история то собственно тема приходит все она в кавку но вот там а у приходит не знаю там треть от всех и хорошо это или плохо ли хорошо как как выстраивать диалог с руководством то есть да это вот это играет это в завершении моей темы про то что измерение это вещь очень стрёмная я согласна это очень стрёмная вещь мы и зеврелы подкожно это все интуитивно понимаем но как вы так смогли выстрелить диалог с руководством что это стало по умолчанию вы говорили о том что вы доказали какой-то по расскажите от кейс как как в том анекдоте когда мамой клянусь да как это сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы докажи мамой клянусь я не так я объяснял я на самом деле объясняю пользу а выхлоп это уже собственно говоря моя забота то есть если я занимаюсь чем-то и я считаю это полезным значит я вижу с этого положительный выхлоп вот вам наташа рассказывал про то что если система затухла все она пропала значит положительный выхлоп потерялся значит этим можно уже не заниматься но мне тогда и не надо никому это объяснять но как бы я свое разрешение на издевательство над людьми получил несколько дел и что хочешь есть учетом ну там они придут скажут мне пожалуются конечно же нет поэтому вот так я если то есть вот она метрика либо процесс идет либо его нет давайте для полноты картины про метрики еще в озоне и вот когда я был одеврел у меня метрики были примерно такие же как и у романа поэтому если вы не против я прошу ответить мою коллегу алину романова у нее сейчас есть не только метрики но и графики все все что угодно привет спасибо не да я отвечаю за дерево как раз в озон озон тех смотрите я совершенно роман согласна с тобой что очень легко можно выстрелить себе в ногу особенно если мы сейчас не дай бог стоимость кандидата начнем считать там воронки делить на людей вот это вот все и так далее нет это не тот путь мы рассматриваем деврел и его влияние на бренд работодателя то есть эти бренд работодателя в нашем случае а это что это лояльность и удовлетворенность внутри и узнаваемость привлекательность снаружи если мы говорим про внутреннюю аудиторию но нельзя деврел просто в вакууме мерить в отрыве от совокупности той большой работы которую делают тим лиды и чары там среди среди чаров нас обучение да и чар бизнес-партнеры и так далее когда человек принимает решение о том приходить ему в новую компанию или оставаться в этой компании он часто не может даже выделить один какой-то аргумент что ему здесь больше нравится может у него здесь дмс хороший и как бы ну то есть это все что его держит хотя конечно вряд ли это вообще гигиенический фактор но тем не менее здесь стандартные истории про опросы лояльности и нпс господи извините я уже заговариваться второй день начала просто периодически мерить как готовность рекомендовать и готовы ли они рекомендовать подразделения в котором они работают удовлетворенность которую мы совместно с и чаром да то есть большой опрос проводим на happy job где угодно неважно там разные могут быть зависимость от масштаба нас просто много нас уже почти 4000 человек и там уже смотрим удовлетворенность если есть какие-то аномалии и о каких-то конкретных болях говорят люди нужно идти решать эти боли и не факт что они в дивре лежат они может быть еще где-то лежат да а снаружи но мы берем кастомизированные конечно исследования вот эти вот дорогущие долги раз раз в год но тем не менее да это деньги конечно я знаю что авито например свое время делали самостоятельно на яндекс взгляде эти исследования ну то есть там что знаете что слышали там что любите что не любите драйверы барьеры бренда и так далее мы у нас есть задумка мы еще это не реализовали но мы хотим на входе опрашивать кандидатов которые заходят к нам и через вакансии и через стажировки и через курсы и в общем везде где только они могут нас коснуться в том числе те которые уже в процессе собеседования и в том числе возможно людей которые покидают компанию у нас в любом случае есть текст вопроса но можно туда вкрутить мы хотим у них спрашивать где они нас видели что они нас читали что они знали и конкретные каналы вот в которые мы вкладываемся и которые мы развиваем посмотреть может быть на самом деле хаббарта не работает все что угодно можем там посмотреть а может быть там о метапах наших не знали или еще что то но это вся штука смотрится с нулевой точки и в динамике опять же в долгосрочной перспективе но мы этого пока не сделали как сделаем я надеюсь конечно обязательно расскажу доклад на следующий год до заявка записывай кстати погоди я сейчас чуть прокомментирует наш мне показалось что мы от темы метапов плавно съехали в тему бренда все то же самое можно прикрутить к метапам условно говоря ты можешь проводить те самые опросы удовлетворенности ты можешь смотреть за динамикой есть мы про цифры да я сейчас пока сидел придумал цифры ты можешь смотреть за динамикой появляющейся тем на самом деле есть у тебя есть какая-то более менее равномерная там прямая ли там полукривая по количеству интересующих тем значит людям это интересно если она потом куда-то пошла вверх вниз либо если на самом деле вверх сильно тоже плохо с чего вдруг эти люди внезапно решили узнать вообще про мир во всем мире что случилось до этого не как бы им было пофига потом раз и и чё-то произошло да потом оказывается что они там поспорили друг с другом кто больше придумает тем могут же они такое себе позволить вполне в курилке стояли кто кто больше тем придумает пойдем задосим этого начальника надоел то скажем видишь сколько тем нас времени нет тем заниматься вот и вот все что с людьми мне кажется это про какой-то супер постоянную супер неформализованную обратную связь потому что по моему опыту личному я не претендую но большая часть ответов в моменте становится социально ожидаемыми то есть люди начинают отвечать не так как они считают а так как они думают что ты будешь считать что они правильно считают то есть они начинают тебя под это самое подыгрывать да ну чтобы типа ну начальник старается мы его любим пусть он почувствует себя хорошим парнем поэтому здесь вот однозначного варианта мне кажется не подберешь очень зависит от коллектива в моем коллективе достаточно вот вот нет ничего типа бээ значит все хорошо в каком-то коллективе но у ребят просто 4000 человек ну блин там это сектор стадиона вот возможно кто-то из них недоволен а возможно кто-то из них недоволен да да возможно кто-то из них недоволен да будь до боль того сто процентов кто-то из них недоволь я бы даже так сказал но дальше что делается эта информация сам большая проблема поэтому вот я всегда подхожу к вопросам измерений так чтобы не было потом возможно использовать эти измерения хоть для чего-то хотя бы потешить собственно через вы это как бы тоже в принципе важная метрика чисто для меня кто-то же должен честно тешить мое чествует это я Поэтому тут надо смотреть, правда. В начале я смотрел только за регулярностью. Мне было важно, что нет вот этой истории, про которую говорит Леша, про то, что мы сегодня будем собираться. О, это все. Более того, у меня каждая регулярная встреча, а их у меня там какое-то количество есть, любое, неважно, даже если это не митап, если я вижу там вот такую фразу, это звонок, я их тут же собираю, раздаю всем подзатыльник, говорю, это что? Почему так получилось? Они говорят, да мы, блин, задолбались, мы приходим и мычим тут, никому ничего не надо. Ну, выкиньте ее из календаря. Мы не можем, типа, Вася ее назначил, я не могу удалить Васину встречу, я не могу удалить Васину встречу, мне календарь не разрешает, ну, условно. Ну, а Вася уволился. У вас есть такие вообще огонь? Это крутейшая тема, когда циклическая встреча назначают чуваком, который уволился. Ее потом нельзя удалить. Это вообще огонь. Ну, в общем, тут реально надо фантазировать. Все, что про людей, все про фантазии. И вся вот эта вот, вот эти вот все вот вещи, про которые мы тут сегодня разговаривали, и даже про эти внутренние митапы, это на самом деле фантазерство. Это попытки вот поиграть с людьми, чтобы им было интересно, и чтобы они никого не девались. Наташа, про метрики добавишь? Да, я тут еще просто вспомнила, как мы вообще пришли еще к внутреннему обучению, что это было еще вот очень часто, некоторые темы всплывали на митапах, на митапах, они были как-то про разные, но про одни и те же направления. То есть там всплывала условно одна и та же боль. И из этого потом выразилось несколько курсов, чтобы этому обучились, ну, могли обучиться все. И в итоге, кстати, еще подтянулись к нам коллеги из других департаментов даже. Кто готов был, да, у нас есть еще такой вариант, что у нас очень часто бывает, что люди там из, например, операционно-технологического департамента переходят в разработку. У меня есть еще очень важный, принципиально важный вопрос про комфортность сидения такого количества времени. Мы можем на самом деле сейчас сбиться в кучку и там начать не под запись в камеру какие-нибудь секретные, индейные вещи обсуждать, либо можем пока продолжить еще. Как нормально? Живые? Мне кажется, первый вариант уже в глазах людей, но... Пора идти в кучку сбиваться. Окей, ребят, я тогда вам не говорю заранее спасибо, потому что мы это скажем в конце, когда мы из кучки будем расходиться, но вот такое полуспасибо. Пойдемте, не разбегайтесь, продолжим всякие секретные штуки обсуждать. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.